Почта-банк, хоть и молодой, но развивается семимильными шагами. Сегодня это второй по величине банк в стране. Сотрудники всегда помогут открыть сберегательный счет или депозит, подать заявку на кредит, а с помощью терминалов банка можно снять наличные средства с карты в почтовых отделениях региона. Кроме того, Почта-банк один из первых начал использовать биометрическую идентификацию своих клиентов. Для того, чтобы клиент был уверен в том, что доступ к его данным сотрудник получит только после проведения биометрической идентификации. Долгое время эта система была внутренней и использовалась нами для обслуживания клиентов и для минимизации банковских рисков. Особое внимание Почта-банк уделяет работе с пенсионерами. Для этой категории клиентов недавно запустили специальный сервис «Линия заботы», с помощью которого можно получить круглосуточную бесплатную консультацию по телефону по медицинским или юридическим вопросам, а также помощь в оформлении документов. Кстати, сейчас банк разрабатывает продукты, интересные малому и среднему бизнесу. Все задачи банка вошли в дорожную карту сотрудничества с правительством региона. Хотел бы поблагодарить, конечно, Лариса Владимировна за теплый прием. Мы подписали дорожную карту и практически по всем направлениям, которые мы обсуждали, мы видим содействие. Конечно, они будут созвучны тому, что Почта-банк делает в других регионах. Расширение регионального присутствия, типы присутствия, в которых мы будем, обслуживание клиентов как по линии пенсионной, так и по линии соцзащиты, продвижение продуктов и услуг среди населения. Почта-банк на территории региона действует в 95 точках. В 30 городах и селах установлен 31 банкомат и более 130 платежных терминалов, с помощью которых можно оплатить почтовые услуги или снять наличные средства с карты. Продолжение следует...